Многодетная мама Виты Березовская пришла на прием специалистов управления по труду и социальной защите населения с пакетом документов. Женщина планирует получить компенсацию за путевку. Вита и ее трое детей этим летом отдохнули и оздоровились в Турции. Для этого нужны документы платежные, все квитанции о проезде и, естественно, договор с турфирмой и квитанция об оплате также. Также, как и ямальским неработающим пенсионерам, частичное возмещение средств за самостоятельно приобретенную путевку многодетным проводится один раз в три года. А вот оплата проезда до места отдыха и обратно семьям с тремя и более детьми осуществляется ежегодно. К тому же, многодетным, в отличие от неработающих пенсионеров, не нужно писать заранее заявление на включение в список тех, кому будет выплачено возмещение расходов на оздоровление. Они обращаются уже по факту за возмещением. Это первое. Второе, сроки обращения разные. Если у неработающих пенсионеров они должны в течение двух месяцев обратиться по окончании оздоровления за возмещением, то многодетные семьи, у них срок полгода. На сегодняшний день предельная стоимость путевки в сутки для неработающего пенсионера составляет 2600. Возмещение человек получает в размере 70% от указанной суммы. Это составляет 1820 рублей для неработающего пенсионера. Для многодетных семей это 1400 предельная стоимость путевки. И у неработающих пенсионеров, и у многодетных семей в расчет возмещения затрат на путевку берется 21 день отдыха. Многодетным семьям нужно учитывать, что на детей до трех лет компенсация не распространяется. Еще один важный момент. Если пенсионеры могут оздоровиться только на территории России, то на многодетные семьи эта норма не распространяется. Они могут воспользоваться туристическим продуктом за пределами Российской Федерации. Возмещение осуществляется Центром социальных технологий. То есть неработающие пенсионеры или многодетные семьи, они обращаются с заявлением в МФЦ, либо к нам в орган социальной защиты. Предоставляют документы, подтверждающие их оздоровление, документы, подтверждающие их расходы на осуществление оздоровления, ну и, соответственно, личные документы. Пакет документов с реквизитами кредитной организации и номером лицевого счета, на который перечислят средства компенсации, направляют в Сарихардский Центр социальных технологий. Собрать и направить туда все необходимые бумаги могут как специалисты соцзащиты или многофункционального центра, так и сами льготники. Рассматривают документы в Центре соцтехнологий в течение одного месяца. При положительном решении на лицевой счет заявителя в течение 15 дней поступают средства возмещения за самостоятельно приобретенную путевку. Екатерина Склюева, Денис Вильков, Новости Губкинского.